Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Автор телеграм-канала «Файнанский Зет» публикует пост об очень странном конкурсе в международном технопарке IT-стартапов, где, по мнению автора, изобрели новые, требующие отдельной правовой оценки, способ государственных закупок. Во всяком случае, к такому выводу пришел телеграмер после попытки детально разобраться в объявленном конкурсе на разработку единой платформы стартап-экосистемы Казахстана. Больше всего сомнений у «Файнанский Зет» вызвали два аспекта. Первый – это сроки. Конкурс официально длится две недели. И второй аспект – это техническое задание, в котором нет точных деталей, только обозначение. Минимум вайбл продакт, то есть минимально жизнеспособный продукт. Комментаторы канала спрашивают, а кто создатель этого гениального стартапа, придумать минимальный сайт за максимальные деньги. Ведь победитель получит 55 миллионов тенге, при этом приз за второе место в 55 раз меньше – 1 миллион. Автор особо отмечает, что в конкурсах, как таковых, нет ничего плохого. Но когда конкурс, по сути, подменяет собой тендер на разработку государственной системы, это вызывает вопросы и требует соответствующей правовой оценки. Чтобы потом мы не удивлялись, почему наше айти там, где оно находится. Телеграммер Кумаш пишет об интересном исследовании, которое провели в колониях Карагандинской области. Там изучили около 4000 дел осужденных и выяснили, что рыбы больше всего склонны к криминалу. На втором месте – девы, а на третьем – овны. За ними следуют козероги, близнецы, львы, тельцы, раки, водолеи, скорпионы и весы. Самыми безобидными оказались стрельцы. Классифицировали исследователи, изучаемых и по преступлениям. Чаще всего в упоминаниях львы. Это кражи, мошенничество и фальшивомонечество. А вот как посчитали исследователи, скорпионов, весов и стрельцов в колониях области не так много. Потому что в отчете упоминаются они реже остальных. Но, как добавляют телеграммеры, надеемся, дознаватели не будут ориентироваться на допросах в своих расследованиях на данные результаты исследований. Шатя полицейских. На интересную территорию мы зашли. В Алматинском сегменте Фейсбук обсуждают уж слишком активных участковых, которые ходят по домам, проводя анкетирование. Какой вид замка на вашей двери? Входная дверь квартиры железная или деревянная? Есть ли видеокамера? Сколько видеокамер? Какая марка видеокамеры? Сколько человек живет в квартире и находится в ней в указанные часы? Простите, а вы точно полицейский? Комментаторы пишут, что подобные посты Алматинцы публиковали и летом, и месяц назад. Но ответа так никто и не дал. Продолжим эстафеты, приуроченные к юбилею агентства Хабара, о которой мы говорили в прошлом выпуске. Кстати, проводится она в соцсетях под хэштегом Хабар25. Ну, интересных фактов о телесемействе насчитали уже более 25. Я думаю, что их, конечно, будет больше. Ведь в холдинг входит сразу 4 телеканала. Запись первых программ, которых сейчас активно публикуют в соцсетях. Кстати, в комментариях под этими публикациями отметились первые участники программы «Лидер 21 века» и те, кто смотрел данные выпуски. Интересно, прошло столько лет, а зрители до сих пор помнят вопросы из финала программы. Это, конечно, приятно. Ждем ваших комментариев и к нашим выпускам. И надеемся, что вы продолжите поддерживать нас на нашем пути. В соцсетях еще много интересного. Заходите и читайте. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...